О тех проблемах, о тех сюжетах, в которых они без преувеличения являются лучшими специалистами или одними из самых лучших специалистов в России. В прошлую среду кто-то из вас, наверное, я надеюсь, имел возможность послушать лекцию Баклицкого, посвященную таким стратегическим вопросам разоружения. Аудитория была, наверное, не очень велика, ну хотя и она сейчас немногим больше, судя по всему, но мы еще параллельно, надеюсь, все-таки начнем вещание в Ютубе, и в прошлый раз такое было. Прежде всего хочу сказать, что не все, наверное, студенты МДИМО, тем более те, кто нас смотрит и слушает из-за пределов МДИМО, знают, что в нашем известном достаточно учебном заведении существует совершенно неучебное подразделение Институт Международных Исследований, которое занимается многими внеэлекционными, скажем так, вне педагогическими обстоятельствами. И мы давно собирались приблизиться к учебному процессу, и вот этот формат является такого рода первым шагом в этом направлении. Теперь о сегодняшней теме. Если предыдущая тема была для большинства, все-таки надо трезво к этому подходить, для большинства и студентов МДИМО, и не студентов МДИМО, достаточно далекой, абстрактной, то, о чем сегодня пойдет разговор, это сюжет, история, история с большой буквы, которая касается и близко касается, цепляет многих людей. Мы надеемся, мы, я в данном случае говорю от имени МДИМО, мы надеемся, что, как и в прежние годы, мы и сейчас сможем находить те слова, которые вели бы, которые с одной стороны давали бы, через которые можно было бы узнать реальное положение дел, и в то же время те слова, которые бы влекли за собой не обострение, а урегулирование. Не буду говорить об умиротворении, это слишком емкое слово, но, по крайней мере, урегулирование. Наш сегодняшний формат – это 50 минут лекции, 45-50 минут лекции и дальше 30-35 минут вопросов и ответов. Лектор сегодняшний, я убежден, я тоже, в общем, довольно давно интересуюсь кавказскими делами. Это самый компетентный, наверное, в России специалист по общекавказским проблемам, по карабахской проблеме. Сергей Мирославович Маркидонов, который не так давно работает в МДИМО, но мы считаем, что приобретение такого ученого, такого аналитика, такого блестящего редактора, каким он оказался здесь, он сейчас возглавляет реорганизуемый журнал, реорганизованный журнал «Международная аналитика», является его главным редактором. Я считаю, что это для МДИМО очень серьезное и ценное приобретение, и наш университет связывает с Сергеем Мирославовичем большие надежды. Если у вас и у многих из вас будут вопросы, не думаю, что на все эти вопросы реально в нынешнем формате ответить, пожалуйста, вы знаете, что здесь есть нет ли чат, в который эти вопросы можно вписывать, и Сергей Мирославович по ходу дела, по ходу лекции будет, так сказать, каким-то периферийным зрением эти вопросы читать, и суммируя, наверное, их так, чтобы более емко он смог ответить вот в те полчаса, которые у нас отводятся на такой интерактив полноценный. Итак, я умолкаю и передаю слово Сергею Маркедонову. Спасибо. Добрый вечер. Большое спасибо, Александр Леонидович, за столь лестную презентацию. После нее хочется как-то самоуспокоенно, знаете, на лацкане пиджака делать отверстие для награды, и слушать еще такие приятные оценки. Но здесь я не для этого, а для того, чтобы обсудить, предложить вам свое видение международного измерения Нагорно-Карабахского конфликта, интересов основных игроков вокруг этого конфликта, и, конечно, для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Поскольку просто формат презентации, как мне кажется, недостаточен, и очень важно почувствовать ваш интерес к теме, ваши мнения и ваши вопросы, сомнения, какие-то критические суждения, которые будут. То, что я хочу представить вам сегодня, будет складываться из нескольких моментов, из нескольких блоков. Я охарактеризую основные тренды Нагорно-Карабахского конфликта, после чего рассмотрю базовые элементы конфликта, что долгое время было основой противостояния Армении и Азербайджана, и также предпосылкой для внешнего вмешательства, для урегулирования этого конфликта, какие вопросы долгое время были на столе, как дипломаты обычно говорят о переговорах, какие вопросы были около этого стола и за столом, какие вопросы на сегодняшний день остаются актуальными и еще могут быть предметом политического урегулирования. Дальше, естественно, я буду останавливаться на ситуации в ходе нынешней эскалации, которая случилась с сентября по ноябрь 2020 года. Буду рассматривать базовые изменения того статус-кво, который в конфликте произошел. Ну и самая главная часть, собственно, сегодняшней лекции – это интересы основных игроков. Что такое новая роль Турции? Какова позиция России? Что думает по поводу Нагорно-Карабахского конфликта и его перспектив Иран? Что касается Запада – это временная пассивность, это выжидание, это пауза или это какое-то сосредоточение? Насколько опасна угроза радикального джихадизма на Кавказе в связи с Нагорно-Карабахским конфликтом и за его рамками тоже? Давайте я начну с оценки некоторых основных трендов истории Карабахского конфликта. Любой конфликт, он не возникает ниоткуда, не уходит просто никуда. И, как Марк Блок говорил, для племени историков идол – это истоки. Естественно, я не буду здесь какие-то делать широкие экскурсы в прошлое. Я сразу скажу о том, что я не являюсь сторонником той концепции, что армяно-азербайджанский конфликт из-за Карабаха имеет многовековую или многотысячелетнюю историю. Это такой излишний политизированный подход. Можно говорить о старте Нагорно-Карабахского конфликта как конфликта этнонационального в конце 19-го – начале 20-го века, по мере того, как на Кавказе укрепился националистический дискурс и те политические движения, которые возникли, стали стремиться к формуле, обозначенной блестящей британским исследователем чешского происхождения Эрнстом Гелнером, который говорил о национализме как стремлении к совпадению идентичностной линии того, что называется, культурной составляющей и политической. И тот же Гелнер говорил о бесконечности этого процесса. Как только добиваешься этого совпадения, оказывается, что в новом национальном образовании не все так однозначно, не все так гомогенно. Появляются какие-то автономии, меньшинства и так далее, у которых другой взгляд на то, как строить это национальное государство и какие перспективы у него должны быть. Первые сполохи этого Карабахского конфликта имели место, наверное, в 1905 году, во время первой русской революции. Это событие в Баку, событие в Шуше. Уже опозначили вот эти два разных национальных проекта, которые были у армянских, азербайджанских интеллектуалов, националистов. Затем следующий этап это октябрьская революция, февральская октябрьская революция, революционный процесс, распад Российской империи и возникновение первых наций и государств на Кавказе. Подчеркиваю, именно нации и государств. Произошло это в мае 1918 года. Если до этого времени Нагорно-Карабахский конфликт был, в общем-то, по большей части внутренним делом Российской империи, то в 1918 году, с ее крахом и образованием новых национальных государств за Кавказе, он становится уже делом международным. И поскольку основная тема у нас международное измерение, я буду говорить о том маятнике, когда Карабах был внутренним делом какого-либо государства, да, это Российская империя, Советский Союз, и когда он выходил на международную арену. С 1918 по 1921 год Карабах стал международным делом, поскольку спор между вновь созданными Арменией и Азербайджаном произошел вокруг этой территории, естественно, в эти споры вмешивались и другие внешние игроки. Карабахская тема была вынесена в том числе и на Парижскую мирную конференцию, которая стартовала по завершении Первой мировой войны в 1919 году. И только с приходом советской власти произошло окончательное межевание, если так можно говорить, на Кавказе, когда Карабах и Нахичевань стали частью Азербайджанской ССР, Зангизур частью Армянской ССР, произошли формирования союзных республик, автономии, и некая стабилизация случилась. Карабахский вопрос вновь перестал быть предметом международной дискуссии. Он стал внутренним делом по большей части советского государства. Подчеркну, с 1918 по 1921 год он был предметом разных интересов. Интересов Красной России, Белой России, самих кавказских государств, Турции, безусловно, Великобритании, которая проявляла интерес к Закавказью весьма серьезно. С 1921 года он опять стал внутренним вопросом Советского Союза. Споры вокруг статуса Карабаха, вокруг территориальной конфигурации его в отношениях между Арменией и Азербайджаном и в советское время существовали. Можно вспомнить переписку двух первых секретарей ЦК Компартии Армении и Азербайджана Григория Рутюнова, Миржафара Багирова, которые обращались и к Сталину, обращались к высшему руководству в Москве с просьбами поменять статус Карабаха. Так хотела армянская сторона, азербайджанская говорила о возможных компенсациях. Например, вопрос о городе Шушак, который стал едва ли не центровым вопросом вот этой нынешней 44-дневной войны. Он еще в 1940-е годы обсуждался, естественно, не публично. Эти вопросы были закрыты, они шли именно по внутрепартийной линии, дабы не вызвать какой-то дестабилизации внутри и так далее. После смерти Сталина с началом политической демократизации при Хрущеве и Прибрежневе, но относительно естественно, вопрос о Карабахе стал периодически возникать и в публичном пространстве. Но решительный выход его на публичную арену произошел в феврале 1988 года с требований областного совета Нагорно-Карабахской автономной области сразу в два ЦК республиканских, азербайджанский, армянский, а также в ЦК КПСС с просьбой о пересмотре статуса Нагорного Карабаха. С этого момента можно говорить о том, что данный конфликт выходит на публичное пространство, появляются различные столкновения интересов и дальше конфликт переживает несколько этапов. Конфликт начинается как межобщинный в самом Карабахе, поскольку там проживало смешанное население на территории НКО, именно НКО, подчеркну, Нагорно-Карабахской автономной области на момент 1988 года большинство было армянским, но, скажем, азербайджанцы проживали довольно компактно, в городе Шуши они составляли большинство. Отсюда острота именно внутренняя этого конфликта. Дальше этот конфликт из межобщинного стал межреспубликанским, затронув две республики Армению и Азербайджан, и, естественно, союзный центр, который пытался балансировать, который пытался найти какой-то оптимум в этом решении. Не всегда это получалось удачно, часто союзная власть запаздывала с каким-то решением, что не способствовало деэскалации конфликта. В 1991 году произошел распад Советского Союза. Нельзя сказать, что Карабахский конфликт был единственным триггером этого распада, но то, что он внес серьезный вклад, это совершенно очевидно. В 1991 году Нагорно-Карабахский конфликт меняет свой характер. Распадается Единый Советский Союз, появляются независимые образования Азербайджана и Армении, и эти образования оспаривают Карабах. Начинается межгосударственный конфликт. Поскольку эти два государства выступают с достаточно жесткими требованиями, максималистскими планками друг к другу, возникает что? Возникает, естественно, формат международного посредничества для того, чтобы данный конфликт урегулировать. Поскольку вокруг этого конфликта возникают разные интересы. Это Россия, которая обращает внимание на непосредственные свои границы на юге, понимая, что Южный Кавказ связан теснейшим образом с Северным Кавказом, с югом России в целом. На этот конфликт обращает внимание Турция, поскольку тут же возникает и не то, что он возрождается, но многие проблемы, которые уходят корнями еще в историю первой четверти 20 века, вдруг становятся актуальными. И Турция в значительной степени начинает пересматривать свою и внутреннюю, и внешнюю политику. Ведь появление Эрдогана у власти в 2003 году и трансформация турецкой внешней политики, она же появлялась, опять же, не одна акта. Этот процесс имел своих предшественников, правозвестников. И в 90-е годы таким правозвестником был, безусловно, харизматический президент Турецкой республики Тургут Азал, который посетил в начале 90-х Боснию, Азербайджан. Заявил о стратегических интересах Турции в территориях, либо входивших когда-то в Османскую империю, либо имеющих культурную историческую связь с современной Турцией. Иран также обнаружил интерес, поскольку этот конфликт проходил непосредственно вдоль его границ, и это было важно для него. Западные страны, постепенно начиная признавать новые независимые государства, образовавшиеся на руинах Советского Союза, пытались выстраивать с ними двусторонние отношения, продвигать свои политические и экономические интересы. И им важно было также принять свое участие в урегулировании конфликта. Так у нас в марте 1992 года появилась так называемая Минская группа. И у меня, уважаемые дамы и господа, как у преподавателя к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы собирались в Минске для обсуждения проблем Наборного Карабаха? Какие есть мысли? Можно устно, можно в чат. Сколько раз Минская группа ОБСЕ собиралась в Минске для обсуждения проблем урегулирования Наборно-Карабахского конфликта? Ну, предположите, на уровне идей. За это же не наказывают. Зачет без оценки. Зачет без оценки, совершенно верно. Вот кто-то пишет один, четыре, три, два раза. Да, четыре мнения прозвучало. Друзья мои, я, так сказать, выдержал паузу специально, да. Спешу вас, я не знаю, разочаровать, наверное. Минская группа, собственно, в Минске не собиралась. Планировалась мирная конференция в Минске, но она сорвалась по причине того, что стороны не выдержали режима прекращения огня. Поэтому ее так и стали называть Минская группа ОБСЕ. И по названию города Минск, столицы Белоруссии, Беларусь сама вошла в состав Минской группы. Но, собственно, в Минске группа не собиралась, хотя Минская и называется. Вот такие парадоксы. Это, кстати, не единственный парадокс Наборно-Карабахского конфликта и урегулирования вокруг него. Военная фаза конфликта продолжалась с 1991 по 1994 год, пока прежде всего благодаря российским мирным усилиям они были представлены тогдашним известным дипломатом, спецпредставителем президента на тот момент Бориса Ельцина по карабахскому урегулированию Владимира Николаевича Казимирова. Благодаря ему тогда стороны противостояния подписали каждое по отдельности, предложенное Москвой соглашение, и 12 мая 1994 года оно вступило в силу. С этого момента завершилась Первая Карабахская война, начался следующий этап, этап мирного урегулирования. Что нам важного дает оценка ситуации во время военного конфликта? О каких важных моментах мы можем говорить с вами? Во-первых, конфликт показал, условно говоря, два основных элемента, слагаемых два основных в этом конфликте. Первая слагаемая, связанная с противостоянием между союзной и автономной республикой в процессе распада СССР. Дело в том, что в процессе распада Советского Союза не все автономии были согласны с тем, что этот процесс пройдет в соответствии с известным еще римским принципом Утипосидетис Юрис. То есть, чем владел, то у тебя и остается. И Нагорный Карабах здесь уникальным примером не был. По такому же пути во многом пошли Абхазия, Южная Осетия. В России схожие векторы были вначале в Татарстане и в Чеченой Ингушетии, потом Чечня, как пример, попытки сформировать отдельное де-факто государство. Автономии не соглашались с тем, что они должны быть как бы ниже статусом, чем союзные республики. Отсюда вот эта первая часть, первая корзина – это вопрос самоопределения союзной автономной республики коллизий между ними. Дальше, второй аспект. В чем Карабахский конфликт был уникален по сравнению, допустим, с Абхазским, Осетинским, Приднестровским. В ходе этого конфликта возникло де-факто государство, Нагорно-Карабахская республика, никем не признанная, в том числе самой Арменией. Но фокус был в том, что данное образование еще военным путем захватило семь районов за его пределами. Те районы, которые в состав Нагорно-Карабахской автономной области, вот той самой, которая ходатайствовала, да, пересмотре статуса и так далее, не входили. Ни с Абхазии, ни с Южной Осетии такого не было. Когда бы де-факто образование ради военных нужд, нужд безопасности, еще брало под контроль сопредельную территорию. Таким образом, вторая корзина, которая открылась для переговоров, это был вопрос де-оккупации. Окупации и де-оккупации. Самоопределение, оккупация, де-оккупация. Вот две основные корзины, которые много лет обсуждались. И, собственно говоря, все дипломатические планы, которые появились после 1994 года, они крутились вокруг этих двух принципиальных ключевых аспектов. Надо сказать, что к 1997 году в Минской группе сформировался формат трех сопредседателей. Ими стали США, Франция. Так, вот здесь сразу вопрос. Южная Осетия захватила Холгорский район, не считающийся зоной конфликта. Леван, здесь нужно четкое разъяснение. Холгорский район на момент распада СССР был частью Юго-Осетинской автономной области. Так? В результате военных действий он был подконтролен в Тбилиси до пятидневной войны 2008 года. Если бы Южная Осетия захватила не Холгори, а, скажем, Гори, вот это было бы то, что произошло в Карабахе. Разницу понимаете, да? Я могу вернуться потом к этому вопросу уже на сессии вопросов и ответов. Значит, продолжаю то, о чем говорил. Значит, сформировался вот этот триумвират. Помимо триумвирата, конечно, в Минскую группу входили другие члены. Та же Турция, например, да? Там Финляндия, Швеция, Беларусь, Италия. И эти сопредседатели были до 1997 года разные. Но в 1997 вот решили, что этот триумвират США, Франция, Россия будет основным. Кто будет заниматься проблемой урегулирования. С 1998 года начали сторонам предлагаться различные планы. Первый план – это был план пакетный, который предполагал, что и вопросы статуса Карабаха, и вопросы деоккупации должны решаться вместе, синхронно, практически в одно время. Армянскую сторону больше устраивал, но не устраивал азербайджанскую. Практически в скорости после пакетного плана появился план поэтапный. Поэтапный план предполагал, что вначале должна произойти деоккупация районов, возвращение их Азербайджану, а дальше должен решаться вопрос статуса путем референдума, путем дипломатических переговоров и так далее. Поэтапный план часть армянской элиты готова была принять, это Левонтер Петросян, но не вся. И готовность Левонтер Петросяна пойти на компромисс стоила ему по ста. Следующий вариант, который появился, это был проект так называемого общего государства, предполагающего некоторые элементы государственности в Нагорном Карабахе, при том, что Нагорный Карабах остается частью единого азербайджанского государства. Этот проект обеими сторонами был отвергнут. Следующий документ, который появился, это мадридские принципы. Их так стали называть, потому что в 2007 году саммит ОБСЕ проходил в Мадриде, были подготовлены принципы, включавшие опять-таки вот эти два ключевых элемента, статус и деоккупация. Эти принципы были обновлены в 2009 году и официально опубликованы, поэтому их стали называть обновленными мадридскими принципами. Стороны были наиболее близко к принятию этого плана. План включал возвращение районов Азербайджану и определение статуса Карабаха юридически обязывающим референдумом, плюс предоставление ему так называемого временного статуса. Эта ситуация обсуждалась, и стороны были близки к тому, чтобы принять это соглашение во время так называемого Казанского саммита. Произошло это в 2011 году, но подписание не состоялось. После 2011 года вот такие субстантивные переговоры, которые касались бы вот этих двух корзин, они в общем-то не то, чтобы активно велись. Да, стороны встречались, но фактически их встречи, их переговоры касались скорее вопросов управления конфликтом, то есть не разрешения, а превенции инцидентов, информирования друг друга и так далее и тому подобное. Вот эти вопросы. Попытки выйти на какие-то соглашения были, наверное, еще, можно говорить, в 2013-2016 годах, но не столь близко, как это происходило в Казани. Параллельно с этим мы можем говорить о том, что примерно с 2008 года мы наблюдаем рост военных инцидентов. Рост военных инцидентов проходил как вдоль линии соприкосновения, в Нагорном Карабахе тогда это была линия 193 километра, так и вдоль армяно-азербайджанской границы за пределами, собственно, Нагорного Карабаха. Поскольку граница между этими государствами проходит не только рядом с Карабахами вокруг него, да, она имеет и другие участки. Там Нахичеванское, Тавурско-Тавурское направление и так далее. Самый крупный из них, наверное, мы можем назвать, это Апрельская четырехдневная война 2016 года. Так ее называют, да, это серьезное столкновение вдоль всей линии фронта. Крупными столкновениями также может считаться столкновение вдоль армяно-азербайджанской границы в июле 2020 года. Что там происходило и что мы можем рассматривать как нечто наиболее сущностно важное для нас? В 2016 году частично тот статус-кво, который держался с мая 1994 года, был поколеблен. И армянская страна признала утрату 800 гектар земли в Нагорном Карабахе. Это сделал президент тогдашний Сев Саргсян, который в своем комментарии на тот момент дал такую оценку. Но при этом сама инфраструктура непризнанной республики, а также большая часть, практически все оккупированные районы остались под армянским контролем. То есть не пострадала ни инфраструктура непризнанной Нагорно-Карабахской республики, и те районы, которые контролировали армянские силы, под азербайджанский контроль не ушли. Хотя данные события, конечно, позицию сторон радикализировали. Эта радикализация происходила, наверное, и во внутренней политике. Мы это видели, в частности, одной из причин. Я не скажу, что это была единственная причина, но одной из причин массовых протестов в апреле-мая 2018 года, которые в Армении закончились бархатной революцией, было недовольство политикой властей Сержа Саргсяна в апреле 2016 года. Это рассматривалось как неуспех, если не поражение. И считалось, что новый лидер должен больше проявить жесткости и дипломатической, и военной, и так далее. И тот же самый Пашинян, когда пришел к власти, пытался вот этой повестке дня соответствовать. Можно вспомнить его выступление на панормянских играх, спортивных играх, где он сказал, Армения – это Арцах, Арцах – это Армения и точка, и так далее. Вот это его высказывание было. Были заявления о необходимости прямого участия представителей Нагорного Карабаха в переговорах. Там заявления о столице НКФ Шуше, его визиты в Карабах и так далее. То есть серия таких дипломатических действий на грани, что называется, фола. При этом какие-то попытки выйти на механизмы превенции инцидентов предпринимались. Можно вспомнить встречу в Душанбе между Пашинянами и Алиевыми, попытки прямого телефонного провода, где бы обсуждались эти инциденты и так далее и тому подобное. Нынешняя, так сказать, эскалация, которая случилась 27 сентября 2020 года, от прежних отличалась по очень многим причинам. Прежде всего, это резкое изменение статус-кво. Наверное, вот сегодня, уже с позиции сегодняшнего дня, мы можем говорить о том, что это самое крупное изменение статус-кво в Закавказе или на Южном Кавказе с момента распада СССР. Первое изменение статус-кво сопровождало сам процесс распада, конфликты, их заморозка, когда останавливается военное противостояние, но политический правовой статус не решается многие годы, формируются идеи реванша, формируются попытки выстроить свою внутреннюю, внешнюю политику так, чтобы это реализовать. Дальше, второй статус-кво, это август 2008 года, когда создается прецедент признания в качестве независимых государств не союзных республик автономии, когда пятая статья Беловежских соглашений, предполагающая взаимное признание всех советских границ между новыми независимыми государствами, подвергается ревизии, когда сецессионистские принципы укрепляются, и мы видим, что процесс распада Советского Союза, он не останавливается в точке декабря 1991 года, и, наконец, ноябрь 2016, когда мы видим, что одно из постсоветских государств возвращает под свой контроль утраченные территории. До Азербайджана на постсоветском пространстве это удавалось сделать России в Чечне, где в 1996 году после Хасавюртовской капитуляции фактически Москва потеряла контроль над Чечней, и три года там существовало де-факто государство, и дальше была попытка вернуть под контроль эту территорию, начав процесс ее интеграции. В некоторой степени, хотя это не полное отождество, Азербайджан повторяет этот путь, он взял контроль над семью районами, которые были захвачены в результате военных действий армянской стороной, хотя в урезанном виде, в урезанном, территория бывшей НКО, она под прямую юрисдикцию Баку не попала, туда введены российские миротворцы, то есть миротворцы иностранного государства, и вопросы статуса отложены, о чем говорил уже неоднократный президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и министр иностранного дела России Сергей Викторович Лавров о том, что решение вопроса статуса должно быть как часть улучшения отношений Армении и Азербайджана, возвращение беженцев, восстановление этноконфессионального баланса, примирение, и тогда вопрос статуса должен быть решен. В любом случае, это самое серьезное изменение статус-кво. Мы видим, что, во-первых, если даже посмотрим на военную составляющую, военные действия велись не вдоль линии фронта 193-километровой, или линии соприкосновения, как она называлась, а были перезинены вглубь. Непосредственными, так сказать, территориями военных действий были города Степанакерта, Шуша, Мартуни, Мардакерт, Гадрут. Часть бывшей территории НКО тоже осталась под азербайджанским контролем. И не только районы, но и часть бывшей НКО, я подчеркну, это Гадрутский район на юге, и Шуша, которая была в свое время столицей когда-то Карабахского ханства, она осталась под азербайджанским контролем. Статус-кво таким образом радикально поменялся. Но это лишь часть тех проблем, которые вот эта новая эскалация конфликта продемонстрировала. Эта новая эскалация конфликта показала растущие международные интересы, международное влияние разных игроков в Карабахском конфликте. Вот сегодня рассматривать его только как дело Еревана и Баку нельзя. И раньше-то было, в общем, невозможно, потому что существовал формат минской группы, свою роль играла Турция, свою роль играл Иран, но сегодня это международное внимание выросло в разы, оно стало более серьезным. Карабахский конфликт показал несколько важных, не то, что показал, да, отточил скорее, да, обозначил более выпукло, несколько важных измерений современной международной политики. В 2008 году в известном издании Foreign Affairs, которое в Америке называется изданием влияния, американский политолог, международник, дипломат Ричард Хасс использовал такую формулу, как бесполярный мир, показывая, что американцы не стали действительно державой-монополистом в современном мире, единственным полюсом. Прежняя биполярная система, которая существовала во времена Холодной войны, рухнула и более не существует. Но есть множество различных центров, которые играют свою роль поверх сложившихся интеграционных структур, привычных союзов, бросают вызов сверхдержавам. И Карабахский конфликт в полной мере вот эту картину продемонстрировал. Вот смотрите, например, НАТО. Формально ли Турция, Франция, США, они все члены одной интеграционной организации? Можем ли мы говорить, что в Карабахском конфликте позиция члена НАТО Турции была тождественной позицией члена НАТО Франции и члена НАТО США? Вряд ли. При том, что Турция довольно четко и последовательно с первого дня конфликта взяла азербайджанскую сторону. И не просто дипломатически. Так она делала и во время четырехдневной войны 2016 года. Но стала говорить о неэффективности минской группы ОБСЕ. Очевидно, была военная поддержка. Если вы возьмете все эти Байрактары, названные так в честь, собственно, по фамилии зятя Эрдогана Сельджука Байрактара, влиятельной персоны в турецкой политике. То есть военная, дипломатическая, экономическая, медийная поддержка и так далее была сделана на качественно новом уровне по сравнению с всем, что было раньше. И это, еще раз подчеркну, не соответствовало интересам США и Франции. То есть Франция так и вовсе, например, может, я не знаю, похвастать или как это можно сказать, инициативами, которую реализовала сенатор Валерий Буайге с рассмотрением в Верхней Палате Франции вопроса о признании Карабаха или Амцаха, как в Армении называют его. То есть две страны НАТО, и мы видим довольно разные позиции. В то же самое время две страны НАТО, Франция и США вместе с Россией занимали позицию, связанную с немедленным прекращением военных действий и возобновлением переговорного процесса. Уже вскоре после начала военных действий появилось совместное заявление президентов Трампа, Макрона и Путина. По любой другой конфликтной точке, будь это Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье или Донбасс, это невозможно себе представить в принципе, по Карабаху это появилось. И Минская группа в принципе имела общность позиций. И получается, что страны НАТО вот в конкретной карабахской точке по своим позициям были ближе России. Возьмите Иран. Иран уж никак не член НАТО, мягко говоря, да, ну и не просто, еще и не член Минской группы, даже рядовой, как Турция. Но позиция Ирана не была односторонней. Позиция Ирана базировалась на необходимости скорейшего завершения военных действий и продолжения переговоров. В этом смысле, парадоксальным образом, она была ближе, наверное, позиции России, Штатов, Франции, чем позиции Турции. При том, что Иран и Турция и Россия три страны, которые сумели прагматически наладить механизм взаимодействия вокруг Сирии. И одна из иранских составляющих, очень важных внешней политики, это то, что все вопросы, касающиеся Кавказа, Каспия, Ближнего Востока, должны решаться только странами региона. Ну и плюс, помимо малых стран региона, силами евразийских гигантов, да, это, собственно, Россия, Турция и Ирана. Но вот этот турецкий подход связан только с проазербайджанской поддержкой. Иран не принимал. То есть мы видим, что Карабахский конфликт, вот эти традиционные интеграционные измерения, ну, так сказать, поставил не то, чтобы под вопрос, показал, что не все так однозначно. Можно здесь говорить и о позиции, скажем, партнеров там по ОДКБ Армении, да, потому что оказалось, что партнеры по ОДКБ, они имеют в виду, собственно, Армению, а не спорные территории. И тем более неоккупированные районы за пределами Нагора Карабахской автономной области. Часто здесь возникало непонимание, и мы можем говорить об асимметрии восприятия. Она, опять-таки, была открыта не в октябре-ноябре 2020 года, много раньше. На нее особого внимания не обращались, скажем так. Но это вот то, что для армянских политиков, экспертов, рядовых людей, Армения, Карабах, районы, это некий единый комплекс вопросов обороны, безопасности, национальных интересов, то для России, для ОДКБ, ну, в общем-то, три отдельные корзины. Вопрос. Это, опять-таки, неплохо и нехорошо. Это некоторая асимметрия восприятия, которая себя проявила вот в эти дни 44-дневной войны. Естественно, мы видели, как Карабахский конфликт становился сюжетом внутренней политики в других странах. Это происходило, например, в той же самой Франции. Через полтора года там президентские выборы. И такие темы, как миграция, вопросы политического ислама, джихадизма, турецких отношений, турецкой активности в Европе и давление Турции на ЕС, они становятся предметами внутренней политики. Макрон прекрасно понимает, что эти темы будут взяты правыми и Марин Липе, и поэтому включился очень активно в обсуждение о Карабахской повестке. Может быть, даже активнее публично, чем многие другие. Мы увидели определенные отзвуки Карабахской повестки в американских выборах. Да, это был не первейший вопрос, но можно вспомнить выступление Байдена 14 октября, через 4 дня после первой попытки с помощью России остановить военные действия и внести перемирие, когда Байден говорил о том, что негоже уступать первые позиции Москве. Надо бы команде Трампа встрепенуться и как-то взять инициативу в свои руки. Или можно вспомнить заявление Трампа о том, что Карабахский конфликт легко решаем, и что вот такой его пас армянским избирателям, влиятельная община в США, миллион человек, это много из них избирателей, особенно в Калифорнии, что, дескать, армяне молодцы, могут себя защищать и так далее. Конъюнктурное выступление, да, скорее предвыборное, но мы видим, как этот сюжет и там играет. Мы увидели эту тему внутри Грузии. Грузия – страна, в которой довольно крупные общины, и армянская, и азербайджанская. Армянская проживает в регионе Санцхеджавахети, в этом объединенном регионе армяне составляют более 50%, а в городе Ахалкалаки таки больше 90%. Для сравнения, в Абхазии, например, на момент конфликта Абхазы составляли 17% населения, да, на момент 92-го года, 1992-го, конечно. Сейчас это около 200 тысяч человек. В районе Квема-Картли, это Южная Грузия, проживает большая многочисленная азербайджанская община, там по разным оценкам 300 тысяч и больше. В некоторых регионах Грузии они составляют большинство, в таких городах, как там Марнеули, например. И для Грузии крайне важно избежать свой внутренний Карабах. С одной стороны, есть огромнейший экономический интерес к сотрудничеству с Турцией и Азербайджаном. Турция – это крупнейший инвестор в Грузию, в экономику Грузии, и разработчик инфраструктурных проектов. Аэропорт Батуми, Тбилиси были реконструированы с помощью Турции. Военный аэродром в Марнеуле также. Азербайджан – это очень важный энергетический партнер. Проезжайте по Грузии, да, везде заправки Сакара азербайджанского видны и так далее. С другой стороны, Армения – это важный сосед. И окно для Армении в мир, 75% экспорта и импорта Армении идет через Грузию. Это тоже важно. Отсюда, с одной стороны, заявление лидеров Грузии Соломы Зоробишвили, Георгия Гахарии о необходимости, так сказать, содействия в урегулировании карабахского конфликта. Даже они предлагали Тбилиси как площадку для переговоров. С другой стороны, выступление лидера блока «Сила в единстве» единого национального движения, нынешнего политического эмигранта Михаила Саакашвили, который говорил, что Карабах однозначно часть Азербайджана. Саакашвили вообще известен очень своей приверженностью к этому союзу государств, пострадавших от нарушения территориальной целостности, еще в бытность с президентом. Он даже предлагал такие экзотические планы конфедерации с Азербайджаном. И это тоже стало частью предвыборной повестки. То есть мы видим, что Карабах вышел за рамки, собственно, кавказской тематики очень сильно. И стал такой вот в определенной степени добавленной стоимостью. Понятно, что франко-турецкие противоречия, они не Карабахом начались. Там много есть разных аспектов. Начиная от скептицизма Франции к турецкому вхождению в ЕС, заканчивая спорами вокруг Ливии, Средиземноморья, Игейских островов и так далее, Кипра. Но Карабах становится некой добавленной стоимостью. К этому противостоянию он его укрепляет определенным образом. И это тоже важно. Теперь давайте остановимся на позициях отдельных игроков. И, конечно, я понимаю, что вы, наверное, хотите спросить, а как же Россия, российская роль. Будет вам Россия, будет российская роль чуть-чуть позже. Давайте остановимся на каких-то интересах игроков основных. Конечно, нынешний Карабахский конфликт очень сильно высветил новую роль Турции. Об этом, наверное, только ленивый в последние пару месяцев не писал. Что здесь важно и что мы должны подчеркнуть. Во-первых, если мы говорим о Турции, то надо иметь в виду, что нынешняя активизация этой страны в Карабахском конфликте, на этом направлении, на Кавказе, это часть более общих, широких внешнеполитических контекстов. Турция, по крайней мере, с 2003 года, с момента прихода к власти партии справедливости и развития, пытается подвергнуть ревизии базовые принципы атотюрковской политики. Наверное, в этой аудитории излишне делать какие-то большие экскурсы, но я просто скажу, что Турецкая республика, которая возникла в 20-е годы 20-го столетия, не была правоприемником Османской империи. И ее база идеологическая основывалась на так называемых стрелах атотюрка, которые касались лаицизма, то есть светскости, модернизации, национализма, так сказать, отказа от имперских амбиций, поскольку Османскую империю атотюрк считал синонимом отсталости. Надо надеть костюм, уподобиться Западу, и мы сделаем прорыв. Оказалось, что этого не очень достаточно, и некие элементы ревизии в турецкой политике, они раньше проявлялись. И во времена Дана Мендереса проявлялись, и во времена Билента Эдживита, 1974 год, конфликт Кипр, и Тургут Азал, о чем я уже сказал, и чуть позже Исмаил Джем, и так далее. Но системно, на уровне программы, это началось, конечно, при Эрдогане, когда Турция стала говорить о необходимости ревизии и внутренней политики, отказа от принципов светскости, ну, не полного отказа, а ревизии, скажем, до уточнения этого. И речь о том, чтобы вернуться в те пространства, которые считались сферами интересов еще Османской империи, или которые входили даже в Османскую империю. Отсюда Турция весьма активна во многих региональных конфликтах. Это касается Ирака, это касается Сирии, это касается Ливии, где Турция поддерживает Сараджа против фельдмаршала Халифа Хафтара. Это относится к Балканам, где, слава богу, нет открытых военных действий сейчас, но есть поддержка, например, мусульманского населения в Санжаке, Новый Пизарский Санжак, бывший в Сербии, турецкой партии в Болгарии и так далее, и тому подобное. Эрдоган, когда побывал в Сербии, даже сербский президент Вучич сказал, что меня там не встречали в Санжаке, как вас. Кавказ – это часть вот этого более широкого пазла. Азербайджан, который пытается, извините, Турция, которая пытается играть роль самостоятельного геополитического игрока и который пытается приходить в те регионы, которые непосредственно его, так сказать, раньше не трогали, да, или трогали в незначительной степени. На сегодняшний момент мы видим, что Турция решением своего парламента узаконила пребывание военных в Азербайджане, и это один из серьезных итогов того конфликта, который мы с вами наблюдали. И понятно, что политическая связка Баку-Анкара усиливается, и понятно, что связка, скажем, не союзническая, но в плане переговоров, согласования интересов между Москвой и Анкарой также усиливается. Теперь эта связка касается множественных регионов, да, это не только Сирия или Ливия, это и Кавказ тоже. Вот здесь некоторая добавленная стоимость будет. Я думаю, что Москва и Анкара будут разбирать эту партию вот по нескольким направлениям. Это и Ближний Восток, и Северная Африка, и Кавказ. И если где-то будет улучшаться, возможно, улучшение на другом направлении, и, соответственно, если ухудшаться, то на другом тоже. Отдельно хочется сказать об интересах Ирана, потому что эта страна как-то так получилась традиционно в тени. Между тем, Иран пытался быть посредником в Карабахском регулировании задолго до 2020 года. Более того, еще раньше того, как Москва обозначила здесь свой особый интерес. Еще в мае 1992 года тогдашний президент Ирана Али Акбар Хашемиров Сан-Джани, один из очень влиятельных персонажей иранской политики, инициировал трехстороннюю встречу в Тегеране, где стороны Армении и Азербайджан договорились о прекращении огня в Карабахе. Тогда взятие армянскими силами Шуши отбросило эту договоренность. Это произошло 9 мая 1992 года. Когда встреча в Тегеране была 7 мая, Иран вроде бы отошел в стороны. Но Иран при этом многократно выступал с заявлениями, касающимися Карабахского регулирования. Во-первых, Иран всегда подчеркивал, что для него крайне важен баланс, потому что значительная часть населения Ирана – это азербайджанцы, и многие их представители даже входят в ядро иранского руководства, включая верховного лидера Рахбара Ирана Али Хаминей. В то же самое время армянская община представлена даже двумя депутатами, по квоте они выбираются в иранский Меджлис, в парламент, как представители разных религиозных меньшинств. И Иран пытался об этом всегда говорить. Дальше то, что Иран всегда волновало – это внешнее присутствие. Поэтому Иран весьма скептически выступал против идей обновленных мадридских принципов. Что же его там так не устраивало, если там речь шла о мирных переговорах, о мирном решении проблемы и так далее. То, за что Иран всегда радовал. А не устраивала его норма, касающаяся размещения миротворцев. Иран опасался введения международных миротворцев. Не дай бог, если это окажутся миротворцы американские, британские и так далее, и тому подобное. Израильские. Ирану всегда это было не слишком приятно. И, кстати, этим объясняется довольно спокойная реакция Ирана на ввод российских миротворцев и на турецкое присутствие в Азербайджане. Потому что для Ирана существовал формат 3 плюс 3. Три страны Кавказа, Грузии, Армении, Азербайджан и три евразийских гиганта. Иран, Турция, Россия, которые должны решать проблемы вместе. Вот американцев не надо, израильтян не надо, а три соседних страны со странами Кавказа, это три бывших империи, так можно сказать. Пожалуйста. Поэтому иранская позиция после соглашения 10 ноября 2020 года была скорее приветственная в отношении российских действий. Тем не менее, если вдруг как-то эта операция международная будет, а не российская, я думаю, что Иран еще свое слово скажет. И еще одна позиция, которую Иран очень сильно волнует и которая была подтверждена во время 44-дневной войны 2020 года, это позиция об опасности, крайней опасности появления в регионе каких-то джихадистских сил. Такферисты, как называют их в Тегеране. Эти слухи, так сказать, эти предположения весьма активно обсуждались с началом военных действий, о том, что Турция перебрасывает в регион своих прокси из Сирии, и вот здесь Иран был бы категорическим противником того, чтобы такие силы появились у него на севере. И здесь позиция довольно-таки последовательная. Теперь подходим к ключевому игроку России. Почему ключевому игроку вы скажете, ну у вас паспорт российский, поэтому ключевой игрок Россия и так далее и тому подобное. Дело не в моем паспорте. Пусть мой паспорт беспокоит официальные лица различные и так далее, чтобы он там не просрочен был и так далее и тому подобное. Есть факты, которые говорят об этой российской эксклюзивности особой важности. Именно благодаря российским усилиям в 1994 году было установлено перемирие в Карабахе. Это произошло в мае 1994. В дальнейшем Россия выступала в какие-то моменты страной, да, формально входящей в Минскую группу, да, не противоречащей двум сопредседателям, но выступала в роли определенного лидера. Притом Минская группа даже доверяла Москве и, в общем, ее наделяла этим правом. Так произошло в ноябре 2008 года, когда впервые тогдашний президент Армении и Азербайджана, но Ильхам Алиев и сегодня президент, а тогда был Сир-Сарксян, подписали Мейндорфскую декларацию. Мейндорф – это подмосковный городок, это не Германия никак. Он касался мер доверия и касался решения конфликта мирным способом. Это был важный документ, ну, к сожалению, не реализованный, но здесь, я думаю, не столько российская вина. Понимаете, часто Москву критиковали за неэффективность. Ну, а попробуйте быть эффективным, когда две стороны исходят из максималистских планов и не хотят идти на уступки. Вы не можете выполнить роль армян-азербайджанцев за них, собственно говоря. Вы можете помочь, поддержать какие-то усилия, но не выступить, не решить их задачи за них же самих. Дальше, 2016 год, апрель, четырехдневная война, когда именно в Москве представители генштабов Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня. Тогдашняя четырехдневная война закончилась именно благодаря вмешательству Москвы. В 2020 году именно Москва выступила первой инициатором переговоров. Они шли 11 часов в октябре 2020 года, 10 октября. В результате была достигнута договоренность о перемирии, она была сорвана. Две попытки других, французская и американская, переговоры Майка Помпео, тоже не увенчались значительными успехами. Но именно 10 ноября появилось совместное заявление президента Путина Алиева, премьер-министра Пашиняна, которое сформировало новый статус-кво на Кавказе и которое предполагало приостановку военных действий и ввод российских миротворцев. Опять-таки Россия здесь выступила в качестве, что называется, основного игрока. Еще, простите, пожалуйста, один момент я упустил, это 2011 год, Казанский саммит был проведен именно в столице Тарстана в России. И тогда именно Россия выступила лидером вот этого переговорного процесса, который минская группа поддержала. Возвращаемся, собственно, к событиям 2020 года. Как только начался конфликт, что поражало, удивляло, это то, как многие публицисты, которые в свое время ужасались российскому присутствию в Крыму, в Донбассе или где-то еще, задавались одним вопросом, где же Россия, почему Россия не вмешивается. Вмешивалось, не слава богу, вмешивалось слово, не слава богу получилось и так далее. Вопрос, где Россия, где ее участие. Ну, понимаете, если Россия не вмешалась военным способом за какую-то из сторон, это не значит отсутствие участия. Отсутствие громких заявлений, не тождественно отсутствие дипломатической работы. Москва довольно много работала с точки зрения посредника. И вот здесь есть одна проблема, не всегда Москва, так сказать, достаточным образом пиаровски сопровождает свои действительно интересные усилия. С одной стороны, в этом есть резон, ну что это твиттер-дипломатия, там переговоры намечаются на завтра. Раз кто-то в твиттере что-то сказал и уже раскрыл повестку дня и сделал бессмысленными многие щепетильные обсуждения. С другой стороны, ну о себе надо напоминать, потому что если ты не занимаешь информационную повестку, информационную площадку, говорят за тебя и не всегда в твою пользу, что мы часто, к сожалению, видим. Российская сторона очень много работала и с Баку, и с Ереваном, пытаясь стороны все-таки усадить за стол переговоры. Ситуация на линии соприкосновения менялась, поменялась в том числе достаточно радикально к ноябрю, но именно Россия выступила инициатором того, чтобы конфликт прекратился, и военный конфликт прекратился действительно. Еще один важный момент, это момент сравнения. Когда говорят, ну вот Турция же, она с первого дня поддержала Азербайджан, почему Москва так не могла? А потому что у Турции задачи нет балансировать между двумя сторонами. Тут нужно понимание разной оптики, которая есть у Москвы и у Анкары. Задачи Анкары, которые они всегда последовательно формулировали, это стопроцентная поддержка Азербайджана и снижение влияния Армении. По возможности до нуля или до какой-нибудь отрицательной величины. Москва вот так себя не вела. Для Москвы важно было, да, сохранить отношения и не ухудшить их со стратегическим союзником, но и Азербайджан не был той страной, которую Москва рассматривала как враждебной. Азербайджан не эксплуатировал тезис о вхождении в НАТО и как Грузия не стремился туда. Для Азербайджана сотрудничество с ЕС носило, главным образом, прагматический экономический характер. Это не разыгрывалось с точки зрения ценностей. Азербайджан не злоупотреблял исторической политикой, например, как многие восточноевропейские страны и постсоветские республики тоже. Не играл там в концепт оккупации и так далее. И если так, то получается Москве нужно было аккуратно балансировать. Тем более после 2008 года Москва, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, многие рычаги влияния на внутреннюю и внешнюю политику Грузии утратила. И превращение Азербайджана во второй Тбилиси, так сказать, во вторую Грузию, не входило в приоритет Москвы, безусловно. Поэтому вот это аккуратное балансирование, выверенная позиция и стала фирменным стилем Москвы. И сегодня, собственно говоря, Москва воспринимается, что важно, и воспринималась до 2020 года и сегодня самими сторонами конфликта, как важный медиатор. Вот такого мы не наблюдали в ситуации в Грузии. Да, в Грузии в определенный момент прозападный вектор не доминировал, но с 99 года стал доминировать. Я могу объяснять почему, если вопросы будут задавайте. А вот здесь такого не было, что одна сторона себя рассматривает как прозападная, другая сторона, так сказать, как пророссийская. И это предопределило уникальность этого конфликта и уникальность российской позиции. Долгое время конфликты на постсоветском пространстве были по преимуществу этнополитические. Но в дальнейшем к ним стал присовокупляться геополитический аспект, когда конфликты стали восприниматься не только как дело Сухуми, Цхенвали и Тбилиси, Тирасполя и Тишинева и так далее, но они стали восприниматься как и дело Вашингтона и Москвы, Брюсселя и Москвы, НАТО, ДКБ и так далее. Вот Карабашский конфликт долгое время выделялся из этого ряда, я про это уже говорил. Но сейчас мы видим определенную геополитизацию, только она не идет по линии противостояния России и Запада. Она идет по поводу взаимоотношений Турции и России, которые двумя сторонами не позиционируются как конфронтационные, чтобы там санкции были, какие-то жесткие противостояния. Но вместе с тем обе стороны довольно четко говорят, что совпадений нет. И тут я могу процитировать высказывание своего турецкого коллеги, очень известного специалиста Бюлента Араза, который говорил о отношениях Анкары и Москвы как competitive cooperation, соревновательное сотрудничество. Соревновательное все-таки, хотя и сотрудничество. И вот это вот важная геополитическая составляющая по итогам конфликта добавилась. Несколько слов хочу сказать, а что же ждет дальше, чем сердце успокоится, как говорят гадалки. Ну, гадалкой я себя не собираюсь представлять, но тем не менее давайте попробуем разобрать основные составляющие элементы. Текст, который называют соглашение о прекращении огня, часто говорят там о перемирии, это совместное заявление. Это не то, что называется comprehensive agreement, да, это не всеобъемлющее соглашение. В нем много чего нет. И понятно, почему нет. Потому что, когда идет война и люди стреляют, важно остановить этот процесс. Если ставить в такой документ острые вопросы, которые резко разделяют позиции сторон, то можно сорвать прекращение огня, как важнейшую предпосылку для дальнейшего мирного урегулирования. Вопрос, например, о статусе Карабаха. Слово статус не упоминается. Означает ли, что этого и проблемы нет? Есть, об этом сказали опять-таки российские лидеры. Инфраструктура непризнанной НКР, она ведь не признана никем, да? Но в соглашении ничего нет о том, что она как-то вот трансформируется абсолютно. Российские миротворцы вошли на территорию Карабаха, который в полной степени, в полном объеме не перешел под юрисдикцию Азербайджана. Да, районы вокруг, части бывшей территории НКО, да, уже полное возвращение, интеграция и так далее. Вот здесь вопрос неких недоговоренностей есть. Возникают вопросы, собственно, к самому тексту. И мы знаем, это не уникальность этого текста только 10 ноября. Можно вспомнить документ Медведева-Саркази, который тоже вызывал разные подходы, потому что переводится на разные языки документ. Это все, в общем-то, более-менее понятные сложности. Были заявления, например, турецкой стороны, да, совместной миротворческой операции. Потом следовали разъяснения Москвы, что речь идет о операции на земле, то, что называется, да, непосредственно российской. А турецкое участие – это совместный мониторинговый центр, где будут представлены турецкие представители и будут наблюдать за выполнением условий совместного заявления. Насколько турецкие и российские интересы будут коррелировать друг с другом? Да, очевидно, здесь есть определенная коллизия. Сегодня азербайджанское общество переживает определенную эйфорию от победы. И даже те, кто вчера еще был жесткими оппонентами Ильхама Алиева, например, журналист Рауф Меркадыров или руководитель политического такого объединения, как Реал, да, республиканская альтернатива Ильгар Мамедов, теперь они все говорят, давайте быстрее, так сказать, возвращать районы и так далее и тому подобное, да, вот патриотическое единство. Но мы видим и определенные, пока маргинальные, достаточно выступления оппозиционные, которые говорят, а что же, собственно, Ханкинги, да, как Степанакерт называется, не ушел под контроль, а как будут миротворцы, а не будет ли с ними как Грузия и так далее. Эти вопросы есть, они пока довольно, так сказать, на втором-третьем плане, но через год-два-три ведь они могут как-то подняться, могут. Эти вещи тоже надо просчитывать, не надо заниматься кликушеством, безусловно, но говорить о том, что вот эти коллизии определенные возникают, надо, это важно для общего понимания. То есть закрыт один набор проблем, другие наборы проблем, касающиеся взаимоотношений Москвы и Анкары, Москвы и Баку, Москвы и Еревана, ведь в Ереване тоже есть люди, которые пытаются раздувать представление о том, что вот Москва там неправильно себя повела и так далее. То есть эти коллизии тоже надо принять в расчет и работать с ними уже сегодня, поскольку желательно, чтобы в дальнейшем новых эскалаций, новых разморозок противостояния не было и было бы найдено действительно подлинно компромиссное решение. Это крайне важно. Насчет Минской группы. Некоторые моменты непонятны, хотя никто Минскую группу и не распускает, и Москва даже говорит о том, что да, готовы работать. И сопредседатели были в Москве, представляющие, соответственно, США и Францию, и это тоже момент важный скорее и позитивный. Многие моменты обновленных мадридских принципов, они оказываются тоже достаточно актуальными, но, к сожалению, так получилось, что многие из этих пунктов реализованы на военном пути. Предполагалось, что они будут реализованы мирным дипломатическим путем. Ситуация по этому сценарию не пошла. То есть мы видим, во-первых, повышение то, что называется международной капитализации, Нагорно-Карабахского конфликта и его влияние, возрастание роли средних держав, Турции и Ирана, в первую очередь, новые коллизии и закрытие некоторой части старых проблем. Вот в этой ситуации, наверное, я не точку поставлю, а поставлю многоточие и с удовольствием на ваши вопросы отвечу. Спасибо. Сергей Мирославович, большое спасибо. Наверное, мы сможем взять максимум три вопроса. Пожалуйста, берите слово и не будем выстраивать из этого очередь электронную. Можно, да? Да, давайте. Спасибо огромное за лекцию. Прошу прощения, я просто быстро, да, процедурно. Давайте вот три вопроса сразу зададут, и я на них на три вопроса отвечу. Да, так и предполагаем. И представляйте, пожалуйста. Да, хотел поблагодарить лектора за прекрасную лекцию. Я Бачалов Льван, студент первого курса МО. И вот мои три вопроса. Первый вопрос. Как вы считаете, являются ли конфликты в соседней с Нагорным Карабахом и странами, о которых сегодня упоминалось, Грузии, решенными, успешно решенными? И если нет, то какую динамику нам ожидать и как будут развиваться события? Второй вопрос. Почему западный вектор в ряде стран с постсоветского пространства, ну, в частности, как вы сказали, в Грузии, стал доминировать? По какой причине? Да, ну, грех было не задать этот вопрос. Вот. Ну, третий, может быть, кто-то другой задаст. Спасибо. В чате есть следующий вопрос. Анатолий Щекин. Существует ли реальная опасность разочарования Армении в России и УДКБ, или это просто спекуляции? Как этот конфликт может повлиять на российско-армянские отношения? Огромное спасибо, друзья, за ваши вопросы. Разрешенные конфликты или нет? Вот на самом деле вы поднимаете очень важную, я бы даже сказал, теоретико-методологическую проблему международных и конфликтологических исследований. Как мы относимся к конфликту? Вот если мы его рассматриваем с точки зрения конструктивистской парадигмы, да, согласно там выводам Александра Вента и так далее, то мы видим, что ответ на этот вопрос будет зависеть от того, а что вы считаете под разрешением? Например, в Грузии многие считают конфликт разрешенным тогда, когда грузинский флаг будет в Схенвале, и это будет разрешенность. А в Схенвале считают иначе. Считают, что разрешенный конфликт тогда, когда нас все признают, и, может быть, мы когда-нибудь войдем в ООН. Или, может быть, мы объединимся с Северной Осетией под эгидой России. Понимаете, вот когда-то Леонид Данилович Кучма, ну не самый великий политолог, конечно, ни Венты, ни Кратахливы и так далее, написал книжку довольно интересную «Украина, не Россия». И вот там у него есть любопытный пассаж, где он говорит о том, что «Ваша оценка часто диктуется углом вашего зрения». Вот из Москвы видится так разрешение из Тбилиси, вот это и так далее. Поэтому вопрос, что мы понимаем с вами под разрешением конфликта? Вопрос не так прост, как нам может показаться на первый взгляд. Если вот отвлечься от всего этого, да, и попробовать понять, вот, вы скажете, Сергей Мирослович, ваше тогда определение, что вы считаете под разрешенностью? Я бы считал под разрешенностью достижение некоего компромисса, который бы, в общем-то, был некой срединой линией. Мирного компромисса. Ну, может быть, это идеалистическое такое представление, но мне кажется, что в этом смысле конфликт разрешенный. Да, когда некая страна говорит, ну ладно, ну мы, может быть, утратили эту территорию или вот эту. Ну, давайте начнем с новой, так сказать, страницы, будем выстраивать новую повестку дня. Если говорить о том, что советский и постсоветский счет оплачен, да, я считаю, что нет, не до конца. В этом смысле, наверное, о полном разрешении говорить нельзя, если есть какие-то, понимаете, коллизии вокруг. Да, Абхазия, Южная Осетия признаны, например, Россией, а американский Сенат принимает, при том, это bipartisan decision, то есть и республиканцы, и демократы вместе принимают резолюцию об оккупации. Да, и мы видим эту коллизию уже не в российско-грузинских, а в американо-российских отношениях. Вот это момент важный. Насчет вектора западного, почему он побеждает или почему не побеждает и так далее. Вы знаете, ну вот смотрите, в той же самой Армении я можно с вопросом Анатолия объединю насчет УДКБ, разочарования и так далее. Я допускаю такое разочарование, более того, я мониторю регулярно социальные сети, у меня есть коллеги в Армении, определенный элемент разочарования есть, безусловно. Но тут ведь надо понимать некий реальный набор альтернатив, что у нас с вами есть, между чем мы можем выбирать. Грузия, она в НАТО идти может, теоретически. Она говорит, мы хотим в НАТО. То есть, скажем, в НАТО России нет. Грузия считает Россию основной проблемой. Сейчас мы не говорим, плохо это, хорошо, так сказать. С моей точки зрения это большое упрощенчество, конфликты имеют, прежде всего, внутреннюю природу, но как бы то ни было. А вот теперь представьте Армения. Да, она говорит, а я хочу в НАТО. И что, а в НАТО Турция? Турцию что, из НАТО исключили? Нет. Завтра Турция пересмотрит весь свой пакет отношений к Армении, чтобы в НАТО все было хорошо? Вряд ли. Поэтому данный вектор, в общем, значительно заблокирован. Для Турции здесь есть больший, скажем, набор для этих действий. Хотя вот смотрите, прозападный выбор Грузии. Ну и хорошо, в 2008 году, что Запад как-то Грузии помог или после. Или присутствие грузинского контингента в Афганистане, который, кстати, больше германского, на секундочку, что-то сделал для ее восстановления территориальной целостности. Поэтому часто западный вектор рассматривается как некая универсальная отмычка, а таковой не является. И здесь проблема с Западом вот тоже какая. Часто Запад дает завышенные ожидания тем же постсоветским странам, которые не в состоянии выполнить. Об этом очень откровенно, предельно откровенно говорил Обама в своем интервью господину Голдбергу в альманахии The Atlantic, которое было, ну, фактически таким политическим завещанием Обамы уходящего в свое время. Он говорил именно об этом. О том, что данные регионы, там про Украину шла речь, да, про Кавказ, что они не являются экзистенциально важными для Америки. Они важны, но не экзистенциально важны. Вот в этом есть проблема. Что касается насчет Армении и России, еще раз возвращаясь к вопросам. Конфликт этот, безусловно, будет предметом пристальной рефлексии в армянском обществе. Уже он является таковым. Но я не вижу пока среди политических сил Армении тех, кто сделал бы ставку на разрыв с Россией. С моей точки зрения, отказ от соглашения 10 ноября и разрыв с Россией будут иметь просто катастрофический характер для армянской внешней политики. Почему стал знаминировать в Грузии западный вектор? Василий Алексеев спрашивает. Тезка знаменитого олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике. Василий, отвечаю на ваш вопрос, почему в Грузии стал доминировать западный вектор. Он не доминировал изначально. Кстати, первый президент Грузии был довольно с его конспирологической такой мегаломанией звят Гамсахурдии, антизападный. Мне рассказывал Дмитрий Саймс, который с ним встречался и организовал встречу экс-президента США на тот момент Ричарда Никсона с Гамсахурдией, что это просто было тяжелое впечатление. Тот сыпал всякой конспирологией, чуть ли не о поддержке, так сказать, США, советских властей, чтобы сдерживать Грузию и так далее. То есть он был антизападник, как, в общем-то, русофоб. Ну, националист такой в классическом смысле слова. У Эдуарда Шеварднадзе была уже немножко посложнее ситуация. И я напомню, что Шеварднадзе додавил парламент собственный, чтобы тот проголосовал за вступление Грузии в СНГ, за размещение российских военных, чтобы они остались. Собственно, в пределах ядровой Грузии, там речь не об Абхазии шла, это в Азиане, эта база была в Аджарии и так далее. И называлась она группа российских войск за Кавказией тогда, ГРЗ. И еще один важный момент – это пограничники, которые до 98-го года охраняли внешний периметр границ Грузии. Ситуация начала меняться и ломаться после того, как грузинские власти вот на этом основании посчитали, что Москва будет проводить сборку Грузии, за место Грузии, понимаете? А Москва урегулировала два конфликта, и Абхазский, и Осетинский. Таким образом, что, ребят, ну Абхазия и Южная Осетия не платочек, который из одного кармана вытащил, в другой передал. Да, Москва ведь пыталась проводить жесткую линию на Абхазском направлении. Но Абхазия была блокирована, да, и последние санкции, кстати, с Абхазией были сняты только весной 2008 года, между прочим, российские. Москва пыталась организовать переговоры с Тбилисией. Тогдашний министр иностранных дел Евгений Максимович Примаков с Ардзинба ездил в Тбилиси и пытался, так сказать, идею общего государства Абхазии с Грузией продвигать и так далее и тому подобное. Но в Тбилиси посчитали это карт-бланшем на то, чтобы начать разморозку конфликта. И такая разморозка началась в мае 1998 года в Гальском районе. Она называлась Малая Гальская война, только с одним элл. Не Гальская, где Цезарь воевал с Галами, да, а который в комментарии Дебело Галику написан в мемуарах Цезаря записки о Гальской войне. А Гальский район, это восточная часть Абхазского региона. Вот после этого, когда Грузия увидела, что Москва все-таки не за то, чтобы победа была, а переговоры, мирное решение и так далее, Через год Шеварданзе заявила в двери НАТО. То есть в Москве Тбилиси оказались разочарованы и обратились в сторону НАТО. Но я не сказал бы, что это обращение как-то продвинуло серьезное решение конфликтов. Наоборот, мне кажется, их усложнило, превратило в геополитический формат в значительной степени. Сделало их предметом не собственно грузинских интересов, а скорее интересов Евроатлантики, согласования интересов с Россией и так далее и тому подобное. То есть я бы стал вот такую точку отчета вести, наверное, с мая 98-го года. И при Саакашвили, конечно, этот вектор усилился. Сергей Мирославович, большое вам спасибо за обстоятельную лекцию с отсылками и к литературе, и к вашему полевому опыту исследований в этом регионе. Спасибо всем участникам, слушателям и тем, особенно, кто задавал вопросы, что были с нами в последние полтора часа. И мы ждем вас через неделю на следующей лекции из этого цикла. Подробности будут на сайте МГИМО и трансляция следующая на странице ИМИ в Фейсбуке. Доброго вечера. Владимир, если позволите, буквально парой минут, я пару завершающих слов скажу. Мне представляется этот формат чрезвычайно интересным, когда академическая наука, экспертиза и образовательный процесс идут все вместе. Это не три отдельных комнаты, не связанные друг с другом, это некий общий комплекс. Мне кажется, это крайне важно, когда общение со студентами идет, в том числе и с отсылками к новым исследованиям, и к новым экспертным докладам, и к новым полевым данным и так далее. Потому что, а кто будущие эксперты, кто будущие преподаватели, те же самые студенты. Они потом к нам, я надеюсь, в ИМИ придут и будут продолжать то, что мы делаем сегодня. Поэтому, мне кажется, что этот формат крайне интересный, продуктивный и полезный. И если коллеги, так сказать, сочтут возможным в каком-то другом качестве еще в нем присутствовать, буду весьма рад. Спасибо. Спасибо, всего доброго. До встречи на следующей неделе. Спасибо. 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 Продолжение следует...